Как вы думаете, что самое важное в работе официанта? Манеры? Ежливость? Может быть, эффектная подача блюд, которая делает их еще вкуснее? Или индивидуальный подход? Так, это мне нельзя. Это тоже. Нет. По-моему, главное в работе официанта — это терпение. Знаете что, дайте мне кофе. И все? Ты что делаешь? Он думал 10 минут и заказал просто кофе. Ах ты гад! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кофе? Да, дайте мне кофе эспрессо. И вот, сдачи не надо. Но порой терпение в нашей работе очень щедро вознаграждается. Чаевые разбираем? Сегодня по 7 тысяч. Не густо. Офигеть. То есть мне на чай дали пятнашку, а я должен забрать семь, да? Почему я должен работать на всяких ушастых? Чего? Я не работаю? Я тоже в общую кассу 6 тысяч положил. Вообще-то... Заткнись. То есть положил 6, а взял 7, да? Нормально устроился? Илья. Да? Все работают, не ты один. Все. На сегодня до свидания. До свидания. До свидания, Виктория Сергеевна. Рыжий. Погоди. Спорим на все чаевые, что я за смену больше тебя заработаю. Легко. Слушайте, а давайте победитель потом заберет всю сумму. Я тогда тоже спорю. И я тогда тоже. Я тоже. Я тоже. А вы мою одежду не видели? Якорь мне в душу. А, 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 там. Оставила сама, не помню где. Настя, ты где? Яблочко захотелось. Давай почищу. Не-не-не. Иди спать. Принесли ему эту рыбу-фугу. Он съел и помер. Потом оказался инсульт. Но штуку я все равно выиграл. Конья отдай. Красиво? Не совсем. Там сложная формула. О-ля-ля. У нас появился еще один шутник. Хочешь войны? Будет тебе торпеда в борт. Сеня, не надо. Не трогай. Сеня, ну не надо. Сеня, Сеня. Как дела? Ну, особо ничего. Ты когда прилетаешь? Завтра. Ага. А, мне тут Нагеев сюрприз сделал. Ну, приедешь, расскажу. Лен, я перезвоню. Алло. Ну, ракетоиды. Быстро прекратили. Работать всем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Тимур, ты что ли? Шеф, дорогой, для тебя я могу быть кем угодно, только всю рыбу возьми. Вот эту возьму, а эта не свежая, жабры потемнели. Ну, в суши отвези, там с руками оторвут. Шеф, а баран не нужен? Молодой, красивый, умный, прям как мой племянник. Ты его так расхваливаешь, как будто женить собрался. Шеф, ну сегодня надо продать. Вез взятку за Сосика в институт, а этот баран взял и сам сессию закрыл. Вот пускай сам продает, раз такой умный. Прокуропатка не забудет. Да помню, помню. Эй, я на сценах. Сосик, и не убирай за своим бараном. Тимур, а можешь дать нам немного, ну, навоза? Навоза? Ну, в смысле дать? Купи. Ты же знаешь, что это за навоз? Это же лучший навоз, он же свежий. Сколько? Договоримся. Для полноценного роста ребенку необходимы белки и аминокислоты, которые есть только в мясе. Иногда беременная женщина, вегетарианка, сама чувствует непреодолимое желание. А что читаешь? Эм, ты так погоду смотрела. Кушать так хочется. Не позавтракал сегодня. Представляешь, Макс, скотина, всю колбасу ночью сожрал. Федь, Федь, сделай бутик, а? Съешь меня, съешь меня, съешь меня. Съешь меня. Съешь меня. Съешь меня. Съешь меня. Съешь меня. Вот, ешь. 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 Ненасытный. Ешь. Вот, полезная еда, ешь. Возьми конфетку. Уфу! Значит, по поводу вырезки. Она должна быть, во-первых, сверху, как минимум. Кара-ягнёнка. Забираем. Так, чего кара здесь остывает? Забираем. Приятного аппетита. Ну, что это? Вы знаете, видимо, ягнёнок был очень вкусный, и повар не удержался и попробовал его. Давайте я сейчас всё переделаю. Простите. Ну, ты не просился. ПОДПИШИСЬ Так, кто сожрал вырезку с бальзамическими жемчужинами? А мы не видели. Вкусно? Ну, честно говоря, какое-то дерьмо. Ну да, из чего сделала, то и получилось. Я добавила бальзамический жемчужинный ингредиент, который вы в шкафчик мне подкинули. ПОДПИШИСЬ 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 Что, во рту пересохло? Что б нас Гать хотела отравить? Она нас бараньими какашками накормила. Наконец-то кто-то вас, идиотов, на место поставил. Так, а я не понял, что мы когочим? Сено хочем? Ребят, мы когочим когда? Когда закончилась смена. Правильно? Это что? А это вырезка и жемчужины с бальзамическим уксусом. Учитесь, студент. Выглядит хорошо и на вкус приятно. Вкус хороший, а. Прям природный какой-то. Молодец. Вот что значит. Креативный человек, ребята. Умница. Умница. Пойдем-ка поговорим, Витюш. Эти богатые такие странные, да? Какашка есть и радуется. Вы что, совсем страх потеряли? Ну, меня вообще не было. И готовила Катя. Они начали первое. А с тобой я потом поговорю. Вы представляете, что будет, когда Дима узнает, что он съел? Не дай бог кто-то из вас проговорится. Идите работать. Виктор Петрович. Я сказал, иди работать. Ну, чего, Саня? Чего я тебя жду-то? Иду, иду. Чего ты ржешь? Ничего. Опа. Э, это тебе фора? Ты давай, руби бабла, пока я отдыхаю. На пяточках? Витя, Дима просил приготовить блюдо, которое он в обед ел, с вырезкой. Какое блюдо? Вырезка с бальзамическими жемчужинами из молекулярной кухни. У меня больше нет нужного ингредиента. У Тимура в машине еще полмешка этого ингредиента. Хватит ржать. Замени на что-нибудь другое, сделай быстро. Ай-яй-яй. Эти баранья какашка скоро в меню ведут, наверное. Почему ты мне не сказала? Потому что я предала свои принципы. А если я предала принципы, значит, я и тебя могу предать. Да ладно, Настя, не говори глупости. А если мне завтра что-нибудь другое захочется? Не тебя, а кого-нибудь другого, я тоже не смогу сдержаться. Да ладно. Ну, ты-то думай, что говоришь вообще. Ого, вегетарианка. Ты хоть в курсе, что эта штука-то из мяса? Кристина, мне наплевать, лучший у тебя адвокат или не лучший. Ну, Зайенька, если так будешь разговаривать, вообще ничего не получишь. Угу, угу, все. Приятного аппетита. Взбесило меня. Это не то блюдо. Как не то? То же самое. Не, ведь не то блюдо. Там вкус был такой терпкий, приятный, природный. Волокнистая, но приятная. Пускай это не переделают ребята, а? Мы не можем это переделать. Нет одного очень важного ингредиента. Как такое может быть, а? Мне впервые блюдо понравилось. У тебя нет ингредиента. Почему не заказал? Облажался, да? Дима, давай я тебе сделаю что-нибудь свое. Я просто хочу то блюдо, которое понравилось мне днем. Хорошо, я принесу тебе это блюдо. Извините. Только назову тебе очень важный ингредиент. Кто это сделал, а? Это ты сделал, да? Или может быть ты сделал? Ты кто? Кто тарелки навалил мне? Это не для вас было сделано. Для кого? Для этих двоих. Они первые начали. Да это Федя все придумал. Баранова притащил. Федя придумал. Господи, а. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Если бы убить, а она не была. Да, 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 да. Мы, актеры, можем сожрать все, что угодно, даже какашки, но за большие деньги. За большие деньги. Я бесплатно сегодня это кушал, наяривал до пуза. Значит, ты, ты и ты в этом месяце работаете бесплатно. Понятно. А, да. Чуть не забыл. Ты тоже. Представляешь, у них три су-шефа. Проходимость около тысячи человек. Ты что хотел сказать? Да Дагиев оказал медвежью услугу. Шеф, вас к телефону. Извини. Ну иди, иди. Что, с ума сошли? Вы меня чуть не задавили. Права купили, что у вас в голове? Знаете, какая скорость разрешена на прилегающей территории? Что за молодежь пошла? Могли бы извиниться, между прочим. Ну потому что на дорогу надо смотреть, когда вы ходите, а не по сторонам. То есть я, что ли, виновата? Слушайте, да что вы с его проблем-то делаете, а? Он, наверное, очень тяжело живется. От вас, может, еще не ушел. Вы что себе позволяете? Ну что, поехали? Представляешь, какая-то хамка. Мало того, что она меня чуть не задавила, она меня еще оскорбляла. Да ты что? Хотела бы я в глаза ее родителям посмотреть. Ты что хотел сказать? Да неважно. Поехали домой. Поехали. Внимание. Результаты. Ева. Пять тысяч двести. Виолетта, семь сто. Олег, три семьсот. Илья. Девять тысяч. Ну? Молодец. Молодец. Макс. 8,950. Заходите. Тихо. Ну и это не предел. Настя Фомина. 14 тысяч 850 рублей. Бом, 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 бом. Чугалук. 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 Поздравляем. Здоров. Привет. Слушай меня. Придешь сегодня, скажешь, что мой постоянный клиент. Тебя проводят за стол. Закажешь вот это вот. Принесут счет. Меня слушаешь? Положишь в папку вот этот листок. И начитай скандал, ну типа тебя хотят обсчитать. Понял? Вот, поешь на халяву, может даже... Может даже карту скиличную дадут. Давай. Я в долгу не останусь. Алиночка, солнышко, слушай, я отойду на полчаса. Если мои постоянные придут, ты посадишь? Конечно. Спасибо, солнышко. Пожалуйста. Ну же, я так понимаю, договориться нам не удастся. Иван Соломонович говорит, что при разделе имущества мы будем действовать исключительно в рамках российского законодательства. Ну ладно. Коль уж вы меня ограбить начали, давайте я вас для начала обедом угощу. У нас ноу-хау. Молекулярная кухня. Прелесть. Молекула к молекуле. Витенька, как удачно. Можете, на секундочку? Витюша, приготовь, пожалуйста, нам вот то блюдо с жемчужинами, которое я давечу тут трескал. Вот, для наших гостей две порции. И ингредиенты секретного не жалей. В общем, как себе. Как тебе. Ступай. Прошу. Макс, позови Илью. К нему постоянный гость пришел. Да, конечно. Добрый день. Знаете, Ильи сегодня нету. Могу я чем-нибудь помочь? Да. Я очень тороплюсь. Будьте добры, тартар, буабес, несуаз и кофе. Приятного аппетита. Ты что стоишь? Да так вышел подышать. Макс, что-то твой столик не забрал. В смысле, он что, не взял его, что ли? Благодарю. А ничего, что это столик Ильи? Ладно. Передай ему заказ. Да я вынесла заказ, принесла счет. Он просто торопился. Это нормально? Ваш официант хотел меня обсчитать. Вы вообще дорожите своей репутацией. Что-то случилось, спросите. Это она меня обслуживала. Это что такое? Нет, ну это какая-то ошибка. Меня просто подставили. Я прошу прощения. Мы сейчас разберемся. Извиняюсь, я хозяин этого бардака. Что-то произошло? Меня пытались обчитать. Меня просто подставили. Это какая-то ошибка. Я вас извините, ты уволена. Рот закрой. И бейджик сдай. Не помню, кто это сказал. Но наша жизнь – это всегда результат нашего выбора. Мы выбираем сказать правду или стыдливо промолчать. Расстроиться и обозлиться. Или превратить все в шутку, о которой будешь еще долго вспоминать. Жизнь так устроена, что мы вынуждены делать выбор каждый день. И только время покажет, Был ли он верным? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова